Уважаемые партнеры, приветствую вас! С вами Ирина Ронец и мой кабинет WaveScore. Сейчас мы разберем, что же такое видеоредактор на этой удивительной сети, который позволяет нам загружать неограниченное количество разных видео прямо с YouTube, прямо взяв оттуда ссылку любого человека, любого пользователя, даже если у вас нет своего YouTube канала. И есть возможность также создать неограниченное количество плейлистов на разную тематику. Или это какой-то своеобразный ваш бизнес, или это разные виды бизнеса, или это ваше хобби, или это ваше увлечение, или просто поздравление с чем-то. Мало ли что, или ваша какая-либо видеоколлекция рецептов, музыки, танцев, чего угодно. Вы можете создавать видео с этими названиями и делиться с ними, с вашими знакомыми и друзьями на социальных сетях, или просто давим ссылку из этого кабинета. Как же это делать? Давайте посмотрим основные шаги. Пока еще здесь не все функции подключены, поэтому я вам так быстро покажу основные. Находим наш видеоредактор в меню слева на странице Hello Pages. Это бывший педжмейкер. Вот здесь вы будете видеть видео, которые уже будут загружены. Если у вас нет, значит вы будете видеть данную картинку, Add Video, нажав на нее или ниже нее, или Edit Pages, Edit Playlist, вы сможете тут полностью все редактировать, добавлять, менять, удалять. Помните, что когда вы только начинаете, у вас это будет первый плейлист и первое видео, на котором вы будете то, что вы загрузите, оно появится на вашей реферальной ссылке. Вы сможете просто ниже в этом плейлисте добавлять тематические видео. Я, например, уже добавила все мои видео по теме WaveScore, чтобы они у меня открывались на реф-ссылке и чтобы люди, которые видят мою ссылку, могли посмотреть данное видео, ознакомиться лучше с проектом и с ним поработать, подключиться. Вот здесь есть у меня, например, уже такие видео. Чтобы их посмотреть, смотрите наверху, я нажимаю ссылку, у вас идет переход, и это все идет в плейлист номер один. Кто захочет увидеть мою страницу, вот так может мышкой вниз потянуть и просмотреть все видео, которые я выставила на данной странице. Или выставите вы. Чтобы создать другой плейлист с другой темой, скажем, по теме бизнеса вашего, или, вот, например, у меня с туризмом связано, да, я захожу опять на девушку, нажимаю Edit Video, и там, где название страницы, пишу на английском, туризм. На английском пишите, если вы будете писать на русском, то просто абра-кадабра выйдет. Ниже опять пишу туризм, если хочу. Затем слева выбираю фото. Фото это будет выходить на странице плейлиста, именно тематическое. То есть, допустим, если я по теме туризма, значит, ищу картинку, связываю с туризмом, уменьшаю ее, ставлю посрединке, чтобы она красиво вышла. Она появится на том месте, на каком месте у вас находится фотография, ваша личная, на вашей первой странице реферальной. Вот. Теперь я ищу другую картинку, которая будет фоном. К данной странице с плейлистом по туризму ищу здесь побольше картинку, пошире. Вот, к примеру, такую с морем и с корабликом. Моя любимая тема. Нажимаю ОК и жду, когда справа кнопочка станет зеленой, с зеленой птичкой. Немножко подождем. Вот появилось. И обязательно нажимаем Сейв, чтобы сохранить те изменения, которые мы сделали. Затем слева я нажимаю на Add Video, добавить видео, выходит редактор. И я должна выбрать ссылку с YouTube, например, с моего канала. У меня есть хорошее видео по данной теме. Туризм в Доминикане, отдыхи, заработки, путешествия. Я выбираю это видео, которое мне нравится. Вы можете взять любое, даже не своего канала, любого спикера, какого хотите, ваш бизнес, и вставляете сюда ссылку. Копируйте с YouTube и ставите, нажимаете Save. С этим опять захожу на YouTube, ищу второе видео по моей теме, и добавляю сюда видео плейлист. Еще одно хочу добавить. Они у меня все есть на моем YouTube канале, но вы можете брать у любых людей, у кого хотите, любые видео. Вот так же просто искать на YouTube по любой теме, копировать ссылку в YouTube и выставлять сюда плейлист. Нажимает кнопочку Add Video и затем Сохранить. Вот так все подряд видео просматриваются на моем новом плейлисте, посвященном туризму. И прокрутив вниз-вверх мышкой, мы можем просмотреть все презентационные видео, которые я выставила на данной странице. Таких страниц можно делать неограниченное количество. Чтобы удалить какое-либо видео, вы должны опять зайти на Edit Playlist, нажать здесь, справа затем опуститься вниз, нажать Show Playlist, чтобы открылись данные видео, и нажать кнопочку Delete, удалить. Подтвердить Yes, что вы действительно хотите удалить, а обновить страницу, вернее подождать. И тогда вы проверяете, у вас этого видео уже нет. Чтобы его посмотреть, нажимаете кнопку Preview, и ваше видео начинает работать. Вот так приблизительно работает сейчас этот видеоредактор. Давайте подождем, когда все будет налажено, и тогда нам будет здесь приятно работать.